Сегодня за один день до постельных комиссий был предъявлен порядок дня. В этом порядке дня у них нет ни одного проекта решения, который подавал депутатам Демсил. Это вы что ли? Я введен, Игорь Горькович. А, все, все, все. Я просто не знал. Депутаты Демсил пришли требовать от чиновников включить в повестку сессии моратории на закрытие школ Кривого Рога. Этот документ уже поддержали своими подписями более 13 тысяч горожан. Люди обеспокоены судьбой учебных заведений, которые закрывают, объединяют и лишают старших классов. Чтобы мораторий рассмотрели на сессии Горсовета, его нужно было внести в повестку дня. Но в исполкоме этого не сделали. На данный момент мы четко ответа не услышали. Сейчас секретарь Горского совета Маренко Сергей Васильевич созвал совещание, на котором будет выясняться, почему это так произошло. Ждем развития событий дальше. Завтра будут заседания постоянных комиссий, но эти проекты должны быть внесены. Потому что это касается мораторий на закрытие школ, системы Прозора, конкурса на отбор директоров школ и так далее. Почему документ не внесли в повестку дня, секретарь Горсовета Сергей Малеренко объяснить не смог. Мэра Вилкула на рабочем месте тоже не оказалось. Депутаты пошли искать ответ к первому вице-мэру Евгению Доту. Чиновник, в свою очередь, сказал собравшимся идти домой. А одного депутата даже нецензурно обругал. Домой идите, все. Что еще? Все готово позоверить. Мне все понятно. Давайте еще пару чудових раз. Да, побольше. Бажано. Могу. На х** пошел. Еще тут? Продолжить. Евгений Дот требовал не снимать его. При этом сам фиксировал все происходящее на свой айфон 7+. Говорит, матом выругался. Заслуженно. Цинично грубил. У вас кто-то скорбил? Морозов цинично. Клоуном меня называли. Конечно. Меня называли клоуном. Но я ответил, соответственно. Извините. Депутаты просто опешили. Укроп Николай Колесник вообще не нашел, что сказать. Депутаты от самопомощи. Наталья Шишко предложила вызвать полицию. А ее коллеге после такой встречи стало дурно. В службовом кабинете, в присутствии великой количества людей и женщин, ну ладно, депутатов, депутатов, депутатов разных уровней, но вживать ненормативную лексику, я даже не могу сформулировать, что я сейчас чувствую. Эксперты говорят, на чиновника, который оскорбил человека в публичном месте, можно подать в суд и даже получить моральную компенсацию. Конечно, это непритустима ситуация. Жоден чиновник, жоден представник правоохоронных органов не может этого делать. Если депутат міського ради, которого он образил, доведет, что он очень сильно морально постраждал, он может стягнуть из него моральную шкоду, ну как минимум, полтора десятка тысяч гривен. Ему также, Евгену Дуд может понести административную ответственность за неприсуемую поведенку, неприсуемую поведенку. Внесут ли мораторий на закрытие школ и другие проекты решений депутатов от Демсил в повестку дня сессии, до сих пор неизвестно. Заседание постоянных комиссий состоится уже 24 марта. Галина Конзенко, Юлия Емельянова, Инна Даншина, Дмитрий Христенко, Первый городской.